Блогер Городовой 63 обнаружил, как он пишет, секретный полигон за больницей Калинина. Немного заблудившись в парке 60-летия советской власти, я случайно наткнулся на какую-то стоянку специальной техники. Какой-то ангар с рекламой дверей, какие-то непонятные постройки. Что всё это хозяйство делает в центре парка? Может, это инновационный индустриальный парк? Ни налогов, ни за аренду земли платить не надо. Интересно, у кого он на балансе находится, вопрошает автор поста. Блогер Владимир Нехорошев рассказывает про санитарно-карантинную зону безымян Лага на пересечении нынешних улиц Дальневосточной и Алматинской. В этой зоне первоначально концентрировались заключённые, прибывавшие в сталинские времена по этапу настройки Куйбышева. После выгрузки на станции «Средняя Волга» и кратковременного отдыха колонны шли на помывку в банно-осмотровый пункт. В этом невзрачном строении с 1940 по 1951 год решались судьбы многих тысяч осуждённых граждан. Именно здесь располагалась медкомиссия без имян Лага, которая определяла для пересыльных ЗК уровень интенсивности их долголетнего трудового исправления. В группе «Самара» соцсети ВКонтакте сообщают о розыске 15-летней девушки. Предположительно, она может находиться в Самаре области. Ушла из дома около недели назад. Зовут Диана. Рост примерно 160 сантиметров. Волосы фиолетовые с ярко-розовыми прядками. Проколота нижняя губа. На ногах есть порезы. В группе «Павлик Тольятти» анонсируют, что завтра, 8 июля, в день семьи, любви и верности, в Автограде состоится беспрецедентное мероприятие – парад колясок. Этот замечательный праздник с большим успехом проходит уже не первый год во многих городах России. Принять участие в параде могут все желающие мамы и папы, бабушки и дедушки, ну и, конечно, самые маленькие жители Тольятти. Главные условия участия – ярко и с фантазией украшенная детская коляска. Начало в 18.00 возле ТЦ «Русь-на-Волге».